Доброе утро, дорогие мои! Божье благословение каждому из вас, особенно в этот прекрасный, замечательный день с Рождеством Христовым. Христос народился! Славим Его! Амин! Аллилуйя! Вчера мы с семьей сели и решили праздновать нашим маленьким кругом по семейным остановкам Рождества Христова. И младшая дочка, Джасмин, взял тот и когда вошла в гостиную комнату, начала пить. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Jesus! И мы все подучились. Это было замечательно. Когда мы отмечаем день рождения чьего-то, мы хотим говорить, что мы рады, что ты есть. Мы рады, что ты есть. Мы рады, что мы тебя знаем. Даже когда тебя приглашают на день рождения, и ты идешь без подарки, не главное подарки, главное твое присутствие. Почтение тому человеку, что я рад, что ты родился. Я рад, что ты есть. Я рад, что твоя жизнь где-то влияет на мою жизнь. Ведь мы нуждаемся в друг друге. Поэтому мы отмечаем день рождения Иисуса Христа. Я скажу, что давайте с этого не сделаем какие-то религии или проблемы. Просто он родился, и это есть факт, что он родился. Вы знаете, немножко расскажу. У меня замечательная тёша, прекрасная мама моей жизни, замечательная женщина. У неё день рождения одна дата, но день рождения в паспорте другая. То есть пасширки. И вы знаете, отмечаем и то, и другое. И это здорово. Это здорово. Не важно, 25 или 7 января, 25 декабря или 7 января, он родился. Моя тёша родилась. Она есть. И она влияет на меня. Хороший смысл. Родила дочка, которая стала моей женой. И мы живём вместе. У нас детей четверо. И это здорово. Не правда ли? Халлилуйя. Халлилуйя. Поэтому день рождения говорит о том, что он есть. Он был и есть. Халлилуйя. И я хочу читать одно местописание в Библии. Исайя 9 глава 6 стих. Написано. Ибо молоденец родился нам. Сын дан нам. И владительство на плеча его. И нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владительства его и мира нет предела. Три точки. Халлилуйя. Мне нравится это местописание. Это местописание дает нам понять, что нам родится Сына Божьего. И он родится. И у него есть предел владительствованием. Но к нашему интересу его предел безграничный. У кого-то определенное ограничено. А у него нет предела. Его владение без предела. Нет предела. Халлилуйя. И сегодня мы отмечаем Рождество Крестово. И я хочу немножко сказать об этом. На самом деле рождение Креста стало и есть фокусом времени истории. Есть такая фраза, называется «Анно домино». Это греческое слово «Анно домино». Что это обозначает? Год Господа нашего. Год Господа нашего. Вы знаете, у меня есть день, когда я родился. У каждого есть день, когда он родился. Мы называем день рождения. Но ничего это день рождения не так влияет на весь мир, как день рождения Иисуса Креста. Его день рождения во всех континентах мира отмечают. Неважно, на какую дату. В Западе, в Африке, Европе, отмечают 25-го. Украина сейчас уже утвердила это 25-го, который будет отмечать день рождения Иисуса Креста. В Востоке, Евро-Азии, отмечают 7-го, некоторые 7-го яблока. Немец, значит, факт, что он родился. Если он не родился, у него день рождения не было бы. А спор о том, какой дату есть подлинный этап, это не настолько важно. Я сказал, у меня тёжа два день рождения. И мы отмечаем то и другое. Попробуй не отмечать. Теперь, Анно Домино. Год Господа нашего. Его день рождения, как я сказал, влияет на историю. Но в наши дни многие из-за атеизма и неверия решили поменять это Анно Домино, которое стало точкой датирования истории. Если какое-то событие, скажем, случилось 1500 лет назад, писали бы 500 А.Д. Анно Домино. То есть до рождения Сокреста или после его рождения. Но многие атеисты и люди, которые не хотят это влияние, решили поменять и начали назвать наша эра. Ставить дату современного времени до нашей эры. Нет, не до твоей эры. Наше рождение не влияет. И у нас нет эры. Это у Иисуса, Креста, есть эра. потому что именно его рождение разделил датирование мира до и после. И Анно Домино говорит о год Господа. Не год собаки, свиньи, не год коти, не год какие-то рыбки или драконы. Это год нашего Господа Сокреста. Почему? Именно его рождение повлияло на вход истории всего мира. Не рождение чьего-то кота или чьего-то собаки. Нет, нет, нет. Это именно рождение Сокреста имеет влияние из прошлого и настоящего и будет также и будущее. И я хочу, чтобы мы понимали, что рождение жизни и смерть Креста степо оказывает влияние на мир. Есть люди, которые пришли, ушли, родились и умерли, и мы забыли о них. Они, да, есть истории и книгах, но они не влияют на нас. Почему? Потому что в имени их ничего не происходит больше. но во имя Иисуса Креста мы можем сегодня получить прощение грехов, исцеление от немощи, болезни и недугов, избавление от демонической силы и проклятия имени Его. Мы можем радоваться, мы можем иметь мир, мы можем иметь успех, мы можем иметь мудрость и просветать. До типа Он влияет на всего мира. Поэтому удивительно, что Его празднуют по всему миру. И я побуждаю вас праздновать Его с мыслью, праздновать Его, чтобы Он повлиял положительно на вашу жизнь. Вы можете Его не любить, вы можете Его не принимать, вы можете Его ненавидеть, вы можете не верить в Него, но мы не можем отрицать Его существование, влияние, которое Он оказывает над человечеством. Его истории это центры истории. И сегодня я буду молиться за вас. И я уверен, что именно именем Его что-то произойдет в вашей жизни в этом году. Вы знаете, на английском языке мы говорим Happy New Year, то есть с Новым годом. И я уверен, когда мы говорим с Новым годом, значит это год будет совершенно новое. Не то, что стало 2019, нет, что-то в этом году будет новым для вас. Новым, то, что у вас не было хорошего смысла, будет. То, что было старое, можно обновиться, чтобы стать новым. То, что было поломано, можно восстановиться и приобретать свою крепость и мощь и станет новое. И не будет разницы с тем, что было когда-то старое. То ли здоровье, то ли бизнес, то ли семьи, что угодно может быть новым. Я молю, что в этом году многое новые вещи, приятные вещи случилось с вами, чем плохие вещи. Лучше даже никакие плохие вещи. И об этом я буду молиться за вас. И я уверен, что имени этого Иисуса Христа, который мы принимаем, оно домино, Господь нашего, что это наш год, это его год, что то изменится нашей с вами жизни. Халлилуйя. Написано, умножение владительства его и мира нет предел. то есть он будет влиять. Нет предела. То есть если сегодня ты позволишь ему быть твоей жизнью, твоей семьей, тогда он будет владеть чесноком. А когда Иисус царствует и владеть чесноком, все пойдет хорошо для вас, все пойдет прекрасно для вас. Там, где бесплодие появится плодовидно. Ты будешь иметь детей. Ты будешь иметь результат. Ты будешь иметь рост. Ты будешь иметь здоровье. Ты будешь иметь уверенность в жизни. Ты будешь знать, кто ты, твою идентичность, достоинство, и будешь жить достойным. И любить себя, и любить других окружающих вас, и будешь иметь удовлетворение Все дела ваши Потому что это Год, оно домино Год Господа нашего Санкриста Его рождение Имеет огромное влияние И смысл И до сегодняшнего дня Росшество не теряет свою силу То есть Иисус Не терял смысл Его рождение Твоей жизни Бог не теряет силу Люди могут терять силу Но это не Бог Я хочу Сказать следующее Притем, что я буду молиться с вами Ивангелие от Иоанна Десятая глава Десятая стих Это слова Иисуса Христа Вот его слова Тот, который родится Тому, который мы празднуем сегодня О которой моя дочка Пьера писала Вот то, что он сказал Вор приходит Только для того, чтобы украсть Убить И погубить Я пришел Для того, чтобы Вы имели жизнь И жизнь с избитком Имели с избитком Иисус Иисус Говорит О четырех личностях Он говорит О ворам О себе И о нас Вами Но когда он говорит О себе Он говорит Та же О том Кто его послал Ради чего Он родился Это у нас Пожа Четырех личностей Первый Отец Бог небесный Который послал его И он Иисус Христос Который пришел Он говорит Я пришел Я родился Я пришел С конкретной целью То есть Я послан От отца моего Я посланник И у меня есть послание У меня есть что-то Содержательное Для вас Но другое тоже Кроме меня Тоже приходит И у меня есть цель И у того есть цель И ты человек Ты Есть наша цель У вора Иметь цель К тебе У Иисуса Иметь цель К тебе И вор О котором речь идет Это не какой-то Разбойник Это сатана О нем Иисус говорит Что он приходит Украсть Убить И погубить Теперь Иисус Послан От Бога Но Сатана Этого Не послан От Бога Вот большая Разница Один из них Послан От Бога А второй Не послан От Бога Иисус говорит Я послан От Бога Чтобы вы Имели Через меня Жизнь И Имели С избитком Но другое Приходит Не послан От Бога Он приходит С пониманием Украсть Убить И погубить Значит Он приходит Взять А я Прихожу Давать Вот вся суть Приходит Со креста Надо Едно Что от Вашей жизни Берут Все хорошее Берут От тебя Жизнь Берут От тебя Мира Берут От тебя Здоровье Берут От тебя Радость И счастье Успех Ваши И Место Него Разрушение Жизни Зависимости Нет Иисус Говорит Я Пришел И он Начал Говорит Вор Приходит Он поставил Его первым Он приходит Украсть Убить И погубить А я Пришел Чтобы остановить Его И Все что он Крал Все что он Погубил Все что он Уничтожил Я пришел Изменить Положение Даст вам Жизнь Потому что Когда Ворую Тебя Ты теряешь Чувства Радости Чувства Жизни Чувства Мира Ты теряешь Здоровье Это может влиять На вас Стресс Переживание И начинает Разные Проблемы Внутри Иисус Я пришел Чтобы изменить Это обстоятельство И я уверен Что Каждый раз Когда Новый год Приходит Рождество Приходит Бог Имеет Послание Для нас Он хочет Чтобы Больше На нас Не влиял Дьявол Это Вод Приходит Чтобы Влиять На нас И Физически Душевно И Духовно Иисус Приходит Чтобы Влиять На нас Первый Спасать Нас От грехов Наших Второе Исселить Нас От Немощных Болезней И Недуг Третий Даст Нам Божий Мир Четверто Дал Нам Свободу Чтобы Мы Не были Больше Зависимы От Обстоятельства И от Девы Но Наша Зависимость Перенаправлена На Бога Были Зависимы От Бога Ни На Котики Ни Не Были Зависимы От Зла И От Девы А Были Зависимы От Бога И Сегодня Начало Изменения Зависимость Ты Будешь Принадлежить Богу Если Ты Уже Принадлежить Ему Ты Останешь До Конца Принадлежить Ему Он Пришел Чтобы Мы Имели Удовлетворение Радость Успех И Много Добра В Жизни Много Добра В Жизни И Больше Иметь Чем Потерять В Этом Году И Я Хочу Помолиться С Вами Сегодня Это Год 2019 Чтобы Было Больше Много Добра В Вашей Жизни И Меньше Проблем Если Возможно Без Год Без Проблем Поскольку Это Год Несеный И Животный Простите Вонючий А Год Господа Нашего Иисуса Христа Год Славы Год Победы Год Жизни С Избытком Он Дает Спасение И Сверх Дает Исселение И Сверх Дает Мир И Дает Удовлетворение И Дает Радость Дает Успех Просветание Просветание Значит Иметь Больше Чем Достаточно Чтобы Ты Мог Кому Помог И Я Молю В Этем Году Меньше Потерей Или Никаке Потерей В Вашей Жизни Во Имя Иисуса Христа Не Потеря В Семье Не Потеря Финансы Не Потеря Здоровья Не Потеря Возможности Не Потеря То Что Ценишь Твоей Жизни Не Потеря Никого Из Близких Любимых Родних Во имя Иисуса Поверь Со мной В этом Году Все Доживут До Конца Этого Года Никто Против Времени Никто Не Уйдет Амин Иисус Пришел Чтобы Мы Жили Полной Жизни Аллилуйя Давайте Помолимся Отец Во имя Иисуса Я Благодарю Тебя Что Ты Думаешь О Нас Ты Любишь Нас Ты Все Предусмотрел Когда Сатана Начал Воровать И Убивать И Губить И Разрушать Внутренний Мир Отношения И Здоровье Семья Дела Наши Детей Наши Ты Послал Нам Сына Единородного Своего Чтобы Каждый Кто Будет Веровать Него Не Погиб Не Погиб Но Имел Жизнь Вечную Иисус Сказал Что Это Непростая Жизнь Но Мы Можем Иметь Эту Жизнь И Иметь С избитком Иметь С избитком Я Молю За Каждого Человека Который Слышит Меня Прямо Сейчас И Те Которые Будут Слушать Позже Я Молю Чтобы Эта Жизнь Крестова Стала Их Участь Чтобы Они Имели Эту Жизнь Чтобы Эта Жизнь Не Была Для них Абстрактна Это Было Реально Ошутимо Что Они Видели Что Моя Жизнь Стала Лучше Моя Жизнь Что-то Изменилась Лучше Я Начал Жить В мире Я Начал Жить В Уверенности Я Начал Иметь Дрязновение Я Начал Иметь Успех Я Могу Сейчас Радоваться Я Рад Что Я Есть Я Рад Что Я Рад Я Рад Что У меня Есть Достоинство У меня Есть Честь И Начал Любить Себя И Других И Познать Тебя И Служить Тебе Я Молюсь Чтобы Твое Благословение Господь Окутовал Их Как Мы Окутываем Человека В одеяле Чтобы Приливалось На нас На Каждого Имя Иисуса Крисса Я Провозглашаю В этом Году Что Меньше Потеря А Больше Благо Я Вычекиваю Все И Делаю План Стратегии Дьявола Против Кого То Искорняю И Разрушаю Все Его Планы И Ни Один Агентов Ни Один Его Намерное Да Не Будет Успешнее И Да Не Состоится Во Имя Иисуса Христа Я Освобождаю Благословение Господне Который Говорит Бог С И Когда Бог С Нами Никто Не Моги Против Ни Болезни Ни Трудности Ни Обстоятель Поэтому Я Провозглашаю Это Божье Благословение Которое Сделает Нас Сильными Сделает Своими Детьми Сильными Я Я Благословение 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 Сына Благословение 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 Благословение